У меня такой интересный вопрос возник. Вы говорите, что вам было всего 13 лет. И бытует такое мнение, что ребенок еще маленький, еще чего-то не понимает, о взрослых каких-то вещах говорить нельзя. Но Библия нам говорит, что настав юношу в начале пути, и он пройдет весь жизнь и не собьется с этого пути. И я так понимаю, и так я был научен, и так своих детей воспитывал, и сейчас и внуков, что личность с самого начала рождения, и надо его учить, с ним разговаривать как со взрослыми, чтобы они, чем раньше человек возьмет ответственность за свою жизнь, за свои поступки, тем будет ему легче на этой земле, скажем так. Значит, вы в 13 лет уже довольно рассуждали так на уровне взрослого человека, когда столкнулись, скажем, с всемогущим Богом. У меня у самого шестеро детей. У меня нет внуков, я младше вас, но вы знаете, значит, смотрю когда на своих детей, то я вижу... Иногда кажется, что они еще дети, но я в глубине понимаю, что душа у них взрослая душа. И знаете, что я скажу, что до момента вот этой смерти своей я по-детски как-то размышлял. То есть я не думал об этих серьезных вещах, хотя теперь я думаю, что было бы очень страшным, если бы я не вернулся. Вот, и мне очень жаль тех детей, и сейчас очень жалуют тех детей, которые вырастают в семьях и ничего не слышат о Боге. Кто такой Иисус Христос, не знают. И не знают, ради чего Христос пришел в этот мир. И я думаю, это очень несчастные дети, потому что душа их, она жаждет этого. И душа у них, она достаточно зрелая, чтобы понять это и принять это переживание. Я по-хорошему даже завидую теперь своим детям, потому что они имеют возможность что-то вот сказать Богу даже. И дальше, когда я ожил, я вернулся, значит, в тело свое. Я не помню, как я летел, допустим, как-то летел или что. Я не помню, как я летел, но я помню момент, когда я стал заполнять свое же тело. Знаете, вот каток, который давил меня и который выдавливал меня из моего же тела, он стоял на месте. Для меня это было большим чудом, потому что мне казалось, что это невозможно остановить перед тем. Но вдруг я увидел, что каток этот, он стоит на месте. Невозможно ему дальше было двигаться. И вот дальше случилось невероятное. Представляете, вот этот каток, который меня вдавливал, как бы, каток, я имею в виду, похожий на то, что, то, чем катают асфальт, допустим. Этот каток стал отступать назад. И я мало-помалу, такими как бы порциями, заходил снова в себя самого же. И по мере того, как я заходил в себя, я оживал. Это было болезненно, это было очень, скажу так, ну даже неприятно. С одной стороны, а с другой стороны, было хорошо в том, что я, было радостно, скажу, потому что я знал, что Бог есть. Я знал, что между мной и Богом ничего нет, что вот это стерто все. А еще я знал, что мне дан шанс пожить еще раз. И жить уже по-другому, каким-то другим образом. Жить уже с пониманием того, что Бог есть. И что рано или поздно мы дадим ему отчет, предстанем перед ним за все, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, Павел говорит апостол. И все эти годы, вот последних вот этих 27 лет получается моей жизни, что прошли вот после вот этого случая со мной произошедшего. Я Богу очень благодарен и благодарю Его за эту возможность жить еще. И после вот этого переживания, первого покаяния такое перед Богом, знаете, моя жизнь, она вся изменилась. Я не только вернулся в свое тело, я пережил, значит, не только физическое воскресение, знаете ли, и исцеление, кстати. Но я пережил и духовное возрождение такое, потому что я вернулся с другим пониманием. То, что раньше мне виделось черным, я увидел это белым. И наоборот, то, что видел белым, увидел это черным. Мне не нравились уже многие вещи, которые мне до того очень нравились. И, в общем-то, скажу, что это было очень важным на всю жизнь, новым направлением моей жизни. И, конечно же, второе, что, значит, после возвращения, значит, со мной произошло, чудо, это то, что я продолжил свой поиск Бога. И Библия пришла в мою жизнь, хотя до 1986 года у меня не было своей Библии. У меня, вообще, это странно, может быть, сейчас звучит даже, но моя первая Библия, это были книги по научному атеизму вообще. Знаете, вот цитаты из книг по научному атеизму, книг по истории искусств, где были цитаты и довольно-таки порой пространные цитаты из писаний Ветхого, Нового Заветов. Я себе переписывал это в тетрадку, и я жил этим. И тот Бог, которого я видел однажды, вы знаете ли, вот в этих текстах я его почувствовал, будем так говорить. Я находил отзывы какой-то внутренней, знаете ли, и я не знал другой деноминации какой-то там, где я жил, это было в России, в Орле. И я не знал никакой другой деноминации, протестантской или католической, тем более я знал только одну деноминацию, православную. И, в общем-то, я даже вопросов не ставил, в какую церковь мне ходить, значит, в смысле, в какую деноминацию, конфессию. В общем-то, вопрос такой не стоял у меня. И в 88-м году я уже устроился на работу уже в православную церковь, в храм. Я руководил хором и связал свою жизнь именно с православной церковью. А уже в 91-м году я сам стал священником и до 96-го года был священником в традиционной православной русской церкви. Очень интересно. Так время быстро бежит, что нам нужно заканчивать. Значит, мы продолжим нашу встречу завтра с этим прекрасным служителем, священнослужителем. И я очень благодарен вам, что вы были с нами. И я верю, что та программа, которая выйдет завтра, она будет очень интересная. И мы продолжим свои вопросы и разговор с нашим прекрасным гостем Сергеем Журавлевым. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова